Продолжение следует... Вообще-то мы всегда гуляем в этом парке со своими питомцами! У Радуги не было питомца, поэтому она не знала, что они всегда играют здесь с питомцами! Я думала, ты знаешь! Ты не знала! Она не знала! Пинки Пай и другие пони очень хотели, чтобы Радуга к ним присоединилась, но у нее не было питомца! Итак, чем мы займемся? Поиграем? О, пожалуйста, не злись на нас! Радуга сказала, что все понимает, но втайне чуть-чуть огорчилась, что не может поучаствовать в веселье! Нет, я не злюсь! Вы правы! Какой мне смысл участвовать, если у меня даже нет питомца? Радуга Дэш решила, что ей тоже нужен питомец и попросила помощи у Флаттершай! Если у меня сейчас нет питомца, это не значит, что я не хочу его завести! Флаттершай с радостью согласилась показать Радуги Дэш зверушек, которые у нее живут! Ты хочешь питомца? Правда? У меня же дома столько чудесных зверюшек! Уверена, они тебе понравятся! Флаттершай привела Радуги Дэш к себе и предложила выбрать любого питомца! Может быть, кролик? Он милый, пушистый, быстрый, прибыстрый... Милый, пушистый? Ты это кому? Я думаю, вы с этим лапочкой просто созданы друг для друга! Да, точно! Гляди, ты ему нравишься! Мимо! Есть выдры и тюлени, такие обаятельные... Выдры и тюлени не летают! Радуга Дэш оказалась капризной. Она хотела найти питомца, который идеально подходил бы ей. Радуга Дэш хотела летающего питомца, и они с Флаттершай поднялись в небо. Радуга Дэш была в восторге от животных. Она не знала, кого выбрать. Радуга Дэш объявила конкурс. Кто выиграет, тот и станет ее питомцем. В команде Дэш есть место только для одного. Мой питомец должен уметь как можно больше! Все животные волновались. Каждый хотел победить и стать новым питомцем Радуги Дэш. Эппл Джек и Сумеречная Искорка волновались, знает ли Радуга, сколько любви и заботы нужно питомцу. Она точно понимает, что нужно питомцу? Да, например, любовь, забота, внимание и... Фу! И зубная паста! Они-то знали, ведь у них уже были свои питомцы. И тут Флаттершай представила нового участника соревнований – скромную черепаху. Ты это серьезно? Черепаха? Зачем ты привела ее сюда? Она просто хочет попробовать и обещает не мешать. Радуга Дэш думала, что у черепахи нет шанса, ведь она не умеет летать. Радуге нужен был быстрый, ловкий, смелый, стильный, классный, суперский и крутой питомец. Да! Вот так скорость! Вот это я называю голосом! Хо-хо-хо-хо! Да! Просто супер! И это все, что ты можешь, да? Каждое животное старалось изо всех сил, чтобы проявить себя. Выбрать было так трудно, что Радуга Дэш объявила решающий раунд. Последним решающим заданием будет гонка со мной в ущелье призраков! Чтобы узнать победителя, Радуга устроила гонку в призрачное ущелье. Радуга Дэш объяснила всем правила гонки. Тот из вас, кто сможет догнать меня и пересечь финишную черту вместе со мной, удостоится чести стать моим питомцем! Питомцем Радуги станет тот, кто пересечет финишную черту вместе с ней. Много препятствий и опасностей поджидало участников. Эй, не отставайте! Вы же хотите выиграть! Им пришлось пробираться сквозь густые заросли колючек. Радуга Дэш летела впереди всех, но угодила под внезапный обвал и ее придавила камнем. Ей было страшно и хотелось, чтобы кто-нибудь помог ей выбраться из-под камня. Нет, 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 не может быть! Кто-нибудь! Хоть кто-нибудь! Помогите! Все участники гонки пролетели высоко над ней, стремясь к финишу, и только черепаха остановилась. Медлительная черепаха решила помочь Радуге Дэш и приподняла камень с ее крыла. Черепаха вынесла Радугу из призрачного ущелья и донесла до финишной черты. Ох, какое счастье, что ты цела, Радуга! Ну, кроме гордости! Все друзья Радуги Дэш радовались тому, что она жива-здорова. Ты вся в пыли! Надеюсь, оно того стоило? Конечно, стоило, ведь у Радуги теперь тоже есть свой питомец, как у всех нас. Радуга Дэш узнала, что конкурс – не лучший способ выбирать питомца. Сегодня я узнала, какое качество важнее всего! Настоящий победитель всегда идет до конца и никогда не сдается! Радуга Дэш поняла, что лучшим питомцем оказался тот, кто заботился о ней. Спасибо! Я у тебя в долгу! Радуга Дэш объявила черепаху победителем, потому что та помогла ей. Вместе со мной финишную черту пересек только тот, кто спас меня, когда я просила помощи! Радуга назвала черепаху танком, ведь ничто не могло остановить ее. Его просто не остановить! Он прямо как... как танк! Остальные животные расстроились, что проиграли, но были рады за черепаху. Они видели ее смелый поступок и поздравили ее с тем, что она стала питомцем Радуги Дэш. Радуга даже сделала для танка костюм с пропеллером, чтобы они могли летать вместе. Теперь Радуга Дэш и танк могли присоединиться к прогулкам с питомцами. Давай, танк! Ты же не хочешь опоздать на нашу первую прогулку с питомцами! Чтобы отпраздновать это, Радуга Дэш и ее друзья отправились в парк играть с питомцами. Радуга Дэш и танк чудесно провели время на своей первой прогулке. Конец! Сова Кролик Аллигатор Тюлень Черепаха Котенок Орел Сокол Летучая мышь Собака Пропеллер Сокол